Всем привет! В эфире программа Лапушки и я ее ведущий Ярослав Топаз. Сегодня мы узнаем много нового и интересного о наших домашних питомцах. Страх всего побережья Миссисипи, прирожденный рыбак и охотник. С помощью своего ярко-розового языка эта черепаха заманила от рыбы прямо в пасть. Грифовую или крокодиловую черепаху легко спутать со своими вымершими родственниками, динозаврами. Вдоль всего тела животного идут три зазубренных гребня. Его лапы и голову украшают роговые выросты, а пасть пострашнее акульей. Единственный представитель своего рода, то есть у них нету подвидов, но во всяком случае пока не выделено. То есть единственный вид. Живут такие в Соединенных Штатах, то есть Северная Америка. В основном это бассейн реки Миссисипи, то есть сопредельные там районы. То есть небольшие старицы занимают, озера, пруды, в самой речке. Черепаха из-за своей нерасторопности в природе нередко обрастает водорослями. Этот камуфляж позволяет присмыкающемуся охотиться незаметным. Еще у грифовых черепах есть удивительная особенность – мимикрия пэткома. Это значит, что хищник использует часть своего тела для приманки добычи. С помощью видоизмененного языка черепаха имитирует движение червяка и привлекает рыбу прямиком в пасть. На пищу это рыба. То есть молодые особи находятся в основном на рыбу, ракообразных, каких-то насекомых водяных. Взрослые могут ловить любую добычу, которую смогут проглотить. То есть это небольшие черепахи даже, также рыба, небольшие крокодильчики. Если когда совсем большое животное становится, может брать водоплавающую птицу даже с поверхности. Достаточно серьезно кусается, поэтому некоторая осторожность должна присутствовать. То есть брать нужно за заднюю часть панциря, чтобы животное не укусило. Кусаются больно. В местах естественного обитания черепахи запрещено ее заводить в качестве домашнего питомца. Все потому, что черепаха может представлять угрозу для окружающих. Сила укуса взрослой особи составляет 90 килограмм на квадратный сантиметр. Это значит, острая кромка клюва черепахи режет добычу не хуже ножниц по металлу. Наш четырехлетний герой в ходе эксперимента справиться с карандашом не сумел, но следы укуса на нем оставил. Это они где-то 70-80 сантиметров, взрослые животные, а с хвостом, который занимает больше трети тела, то есть он достаточно длинный, то это где-то полтора метра. Содержать в домашних условиях такую черепаху нетрудно. Ей понадобится аквариум, заполненный водой на одну треть, источник неяркого света, грунт или камни и всевозможное укрытие. Наблюдать за таким экзотическим питомцем очень интересно, но завести такое животное в Костроме рискнули только пара смельчаков. Если вы хотите, чтобы ваш питомец стал героем программы, присылайте заявку на нашу страничку ВКонтакте, адрес которой вы сейчас видите на экране.